Огромная работа, серьезная работа, это по тарифам. Это не сегодня будет, вы знаете, что сейчас везде, из всех средств массовой информации, что тарифы должны повышаться с 1 июля. С 1 июля. Это просто цифры ошеломляющие, и по всем практически направлениям, вот в данном случае о воде. Вот я вчера с Кмельниковым общался, и с другими мэрами, и вы знаете, что там сейчас в шоке леса, и в Киеве, и так далее. Ну, нам, например, воду подняли в продажу, по-другому каналу, в 2 раза. Если по нашим, это все цены утверждены, расценки в Киеве, комиссии в Киеве. Это, так сказать, не повезли комиссии в Киеве, но это делается. Ну, вот, например, если у нас вода со стоками вместе стоила 7,6 миллионов, 7,89, да? А сейчас по расчетам 13,68. В Ильичевске 17, еще. Ну, у них там есть стоки, они взяли, потому что они взяли на баланс стоки, поэтому они тратят свои деньги на стоки. Поэтому это тоже считают, как бы там выйти с этой ситуации. Вы представьте себе, в 2 раза, в 2 раза. Никто не повышает пенсии, никто не повышает зарплату, ничего. Электроэнергия повысится, газ повысится, тепло повысится, раз вода повысится, тепло повысится, а в общем все вместе. Поэтому, безусловно, наша задача, она будет, мы все вместе должны посидеть и думать, как защитить малообеспечение. Каким образом? Предложение снизу, налог еще на волк. И как мы это будем находить, эти бюджеты, чтобы малообеспечение? Обязательно нужно поставить всем счетчики. Но я вам скажу такую вещь, вы понимаете? Относительно воды, если будет счетчик, ну, будут люди экономить, просто будут экономить. Думаю, как и на Западе, будет роскошь купаться в ванной. Потому что никто себе на Западе не позволяет. Скорость своей земли, всталки купаться. Поэтому, ну, будут просто люди экономить, потому что другого выхода просто нет. И от нас ничего не зависит, мы не можем на это повлиять. Ничего. Мы должны обсудить, единственное, что мы можем и будем обсуждать с вами, как найти какие источники для того, чтобы компенсировать малообеспечение. Все. А цифры нам просто поставят у нас к сведению по цифрам, по цене, по тарифу. Поэтому, вот я, это еще мы сегодня не обсуждаем, но я просто, мне страшно к этой теме просто подойти. И наступит осенний период, закопительный период. И все сразу выбьется. И народ сразу и так упадет за той же способность, естественно. То, что вы говорите, не бейте, не заклад. А корица вызывается. И сейчас пока лето, тепло вновь нет. Придет осень. И при чем одновременно на все. На электричество, на газ, на воду и на тепло. Ну раз на газ, значит на горячую воду и на тепло. Еще неизвестно. Две крайности. Ты сбежал поискутал власть. А это лучше. Ну, я говорю, еще осталось налог на воздух, чтобы поменьше дышать. Ну, если взять в целом, мы же знаем, что у нас энергоресурсы на душу населения самые высокие виллы. Ну, если взять расчеты, сколько газ, в общем, мы тратим просто наверное, где-то потребление теплоэнергоресурсов у нас самое высокое виллы. Значит, будут на всем по-нему экономить. Так, это так, сведения. Мы все же получили государственные программы, которые